Шалом 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 Мои заветы С вами Не забывайте Бедники Бедники Бродяй Бродяй Шалом Шалом Кenen Шалом 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 Салам! 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 Заховала все в пути, Как реклами пультовать и расстрелить. Он выбрал ту дорогу, Чтобы ты нам небеса, Чтобы Христос страдал, Бороться за меня и за Тебя. А-а-а, 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 И за Тебя. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот теперь свадения в этот иник час. Слава воскресенье озадила нас. Буду севышу Бога прославить, А льве Христову всем нападу на нам. Христос Воскрес, ликуйте, детки, ликуйте хори и леса, Он жив, Он жив, Христос Спаситель, и дарется песня в небеса. Христос Воскрес, ликуйте, детки, и восхищайте всем о том, о гробе нет Божьей Иисуса, а грешет Бог пройдет. Аминь. Пасху радостно встречаем, и поем, Христос Воскрес, мы все дружно отвечаем, Он воистину Воскрес. Чередой проходят годы под лазурностью небес, и поют везде народы, Он воистину Воскрес. Суду радостно и объятия, брат, сестра, Христос Воскрес, от разрушен нет Проклятия, Он воистину Воскрес. Аминь. Слава Господу! До сего места помог нам всем Господь и мне. Слава Господу! Навстречу Иисусу город выходил. Отцы, дети, знатный люд и нищий, Весь город Иерусалим в тот день, Сыном Божиим низко поклонился. И имя Бога прославлялось громко, Витвами спальм дорогу устилали, Одежды свои снимали, Под ноги кидали, Так никогда Христа не встречали. Хвала неслась эхом до небес, Благословен наш царь грядущий! Слава! И поднимали ко Христу детей, Восторг звучал все громче и сильней, А до головы оставалось Пять коротких дней. Скорби, душа моя смертельно, Пришел своим с любовью и прощением, А получил взамен Позор и убиенье. О, сколько раз Хотелось мне собрать Детей твоих, Как птицы желторотых, Теплом своим объять, Питать и греть, Беречь при перелетах. Хотел любить, Хотел прощать, Хотел спасать, А вы не захотели. Иерусалим, Иерусалим, Да коли будешь спать На жесткой устланной постели, Всем остается Дурожь вкусной. Для избранных Такая жизнь позорна. Зачем хула неслась Из ваших уст На Сына Бога вашего упорного? Познай меня, Прими, Иерусалим, Приди, вдвоем с тобой поплачем. Отец и я, и дух Тебя простим, Любовь не может поступить иначе. Иерусалим, Иерусалим, Я вновь приду к Тебе в моем небесном теле, Остаток твой, Я назову своим, И больше не скажу, Не захотели. Вступал Спаситель в Иерусалим, Непонятый пророк из Назарета, А где-то там, вдали, Сколачивали крест, И хвости для распятия ковали. Для христиан сегодня грустный праздник. За грешный мир Господь пошел страдать, А до распятия дней осталось пять. Мой друг, и ты, и я, По той дороге шумной, Что Долоросу и тогда сдалась, Мы мысленно пройдемся рядом с Иисусом. Забьется сердце поиначему тогда. Аминь. Что ты так печален, Разве ты забыл, Тот, кто безначален, Дух твой возлюбил, Вечный Он расстался с небом для земли, Для тебя скитался прахеи пыли. Для тебя скитался прахеи пыли. Выпил Он отраву смерти и грехов, Чтоб тебе дать славу Глаз своих даров. Разве нет влеченья Божьей корыня, И тебе сомненья так мешают взять, И тебе сомненья так мешают взять. Друг небес смущаясь Мрачным голосом, Но взглядим ужаясь Светлым небесам. И печаль рассеет Луч любви крыльства, И тебя согреет Божья теплота, И тебя согреет Божья теплота, И тебя согреет В любовь и муки, На раны ты Его, В объятьях Его руки, Познай любовь Его. Не бойся, что ты грешный, В порогах весь кругом, В крови Его, Ты чистой, Ты будешь убелен. Придея, ты узнаешь, Здесь радость на земле, Что ждет тебя увидеть в небесной стороне. О, страна родная, где ангелы поют, Никто там не рыгает и слез совсем не льют. Ты горы там не встретишь, ни муки, ни тревог, И петь там вечно будешь, и смерть пусть не пройдет. Аминь. Слава Господу, братья и сестры, что мы все стремимся в край чудесный, который Господь готовит для нас, и, вероятно, готов для всех искупленных. Порою мы хочем проникнуть нашим разумом, но нашим бренным разумом мы не можем понять, как апостол Павел сказал, что не знаю теле или тело, но знаю человека, который был поднят на третье небо. Вопрос задают, а какое это третье небо, где оно? Как оно? Но апостол Павел рассказывает, что то, что видел, нельзя передать языком человеческим, на любом языке, то, что он мог видеть, то есть там такая красота, вещи, которые нельзя передать. Третье небо, написано, что у Бога обителей много, Христос сказал. Сколько там обителей, где требует третье небо, это не так важно нам знать, нам хоть бы попасть на первое небо. А дальше Бог усмотрит. Поэтому сегодня у нас будет праздник, мы будем вспоминать. Израильский народ, Израиль сегодня существует, и он был основан как независимое государство после многих, многих лет. Как никогда, никакое царство другое не могло опять восстановиться, даже после сто лет, пятьсот лет, или возьмем даже последний коммунизм, распался. Восстановится ли он когда? Вероятно, нет. То есть там, где он упал. И поэтому это чудо из чудес, что восстановилось царство Израиля, и Бог возвратил Иерусалим Израилю, и мы свидетели этому. Многие из нас были живы, когда это было, и на сегодняшний день мы видим, государство существует, Израиль, и государство Израиля всегда было, как часы Божьи, указывающие на времена и сроки Божьи, которые будут происходить, и мы близко предверяем пришествие Иисуса Христа. И вот шестьдесят пять лет уже прошло, и я помню, Господь говорил ученикам и сказал, не ваше дело знать времена и сроки, но вы бодрствуйте, на всякий час и миг жизни, но, говорю вам, не пройдет род сей, как все сие сбудется, поэтому этот род, один род сто лет берет, шестьдесят пять лет прошло, не пройдет род сей, не после рода, как думали многие, две тысячи лет наставало, я помню, все волновались сильно, боялись некоторые, запасались многими продуктами, все, что-то должно произойти, не знали, что, но много было разговоров по новостям, и по газетам писали, две тысячи лет исполняло, что-то должно было произойти, но сегодня уже тринадцатый год, и мы успокоились, спокойно живем, но когда не ожидаем, придет Господь Иисус, как тать вор, как вор ночью, как тать, неожиданно, то есть, поэтому об этом поговорим позже, вечером, сегодня мы празднуем, или вспоминаем праздник, вербный, вербную неделю, Palm Sunday, today is a Palm Sunday, is celebrated by many churches and religions, in that respect as well, that the time when Jesus was coming to Jerusalem for the last time, because a few days after this, Jesus is to be crucified on the cross. Я хочу читать из Слова Божье, это в основном в Луки, много написано, и уже была зачитана та часть, я буду выборочно, может быть, читать, это из 19 главы, и когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал и сказал, о, если бы и ты хоть этот твой день узнал, что служит к миру твоему, I'm reading from Luke 19, verse 41 and on. Но это скрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют тебя детей твоих к тебе, и не останется камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Хочу остановиться на камне, ты не узнал времени посещения твоего. что Иисус сказал женщинам, которые шли и плакали за ним, Он сказал, не плачьте обо Мне, но плачьте о вас, о себе и о детях ваших, потому что Он знал, что то, что было сказано пророком, это произойдет, и это было то время близко после того, как распяли Иисуса Христа, и однажды ученики шли из храма и указывали невеличественный ли это храм, постройка колоссальная, и Господь сказал, говорю вам, что камня на камне не останется здесь, и мы знаем, что это произошло, 70 лет позже, осадили Иерусалим и побили и разогнали Израиль повсюду, потому что ты не узнал время посещения твоего. Что слово обозначает посещение, братья и сестры, как вы считаете? Ты не узнал, Господь обвинил Израиль, ты не узнал время посещения твоего. Когда-то через пророков Бог говорил, что за то, что ты уклонился, начал поклоняться иным богам, что Бог посетит тебя бедствием ужасным. Так и так. Когда-то Иосиф говорил братьям своим, что я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас и убедет в ту землю, которую Бог обещал Аврааму, когда-то Бог посетит вас. Когда-то Иисус уже ходил по земле, когда он приближался к этому селению, небольшой городок, селение Наин, и он встретился с похоронной процессией. Мама хоронила последнего сына, единственного сына, скорей сказать, Иисус встретился с этой процессией. То есть можно отметить, что смерть встретилась с жизнью. И ожил этот молодой человек. Господь воскресил его. Это было чудо. Люди восклицали, радовались. Великий пророк, говорили, восстал в народе нашем. Бог посетил свой народ. Здесь Иисус говорит, что ибо вы не узнали время посещения вашего. И поэтому хотел отметить три важных вопроса здесь, или отметить первое время посещения Господне. Это была причина израильского народа или Израиля. Я хотел бы поразмыслить, не знали ли, не знал ли Израиль, что пришел к ним царь, царей, мессия, Господь Бог, или не хотели знать. Мы знаем поведение всех фарисеев, книжников, которые постоянно старались уловить его, унижать Иисуса Христа, не принимали, обвиняли, что в нем бес и так дальше. Но они знали, и они это делали из-за зависти, в конце потом предали, и Хилас мог понять, что из-за зависти предали Иисуса позже. Они знали, Иисус Христос обличал жестоко, фарисеев. Он говорил, что вы, которые узнаете лицо природы, когда тучи восходят на западе, вы говорите, будет дождь, когда южный ветер дует, вы говорите, будет зной. И так лицемеры узнаете природу, но времени посещения вы не узнали, времени того, что Мессия пришел к вам, вы не узнали. И Он обвинял их, когда мы читаем, братья и сестры, Луки 13 глава, по-моему, 34 стих, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать тебя, детей твоих, как птица, птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не пройдет время, когда скажете благословен гряди, гряди во имя Господне. Израильский народ знал, они знали, они не хотели принять, и Бог предлагал, здесь сказок, сколько раз я хотел тебя собрать, но ты не узнал, что служит к миру твоему, мы читали, братья читали, не узнал, что служит к миру твоему, то есть Бог предлагал условия мира, и израильский народ, и книжники, и вожди знали условия этого мира, но они не хотели преклониться и принять, и здесь он говорит, что ты убивающий пророков, побивающий камнями, посланных к тебе, которые возвещали этот мир, говорили, предупреждали израильский народ, но ты не узнал время посещения твоего, и поэтому придут на тебя эти времена, Господь пророчествовал, пророческий говорил, конечно, Израиль здесь нужно отметить, даже самые апостолы сами думали, что Иисус Христос пришел восстановить царство Израиля, если мы читаем пророчество Захарии, отца Иоанна, хотел прочитать, это 9-9 и даже говорили, а мы думали, что Он то и то пришел сделать, Захарий 9-9 ликуй от радости дочь Сиона, торжествуй дочь Иерусалима, это сад твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий и сидящий на осле и молодом то есть на ослице и молодом осле сына подъявленной и дальше тогда истреблю пророчество продолжается у Ефрема и коней в Иерусалиме и сокрушу сокрушен будет бранный лук и он возвестит мир народом и владычество его будет от моря и до моря и так дальше то есть это было пророчество Захарии за много лет было сказано про Иисуса Христа и заяцкий народ думал и сами апостолы что это вот время настало Христос восстановит царство и они будут премьерами министрами и будут царствие управлять с Иисусом Христом но Иисус Христос ясно сказал Пилату когда он спрашивал ты царь иудейский он сказал ты сказал но царство мое не от этого мира мое царство не теперь на земле когда то оно будет мы знаем но мое царство другого рода поэтому Израиль лиховал когда Иисус Христос въезжал написано весь город Иерусалим пришел в движение то есть все радовались Израиль радовался пришел царь и пророчество исполняется царь твой грядет на ослице и молодом осле и он будет восстанавливать царство надежда земного царства быть в этом царстве поэтому они радовались ликовали и плясали подстилали одежды снимали себя и ветви с пальм и так дальше но Господь имел другое в виду и Господь на склоне горы остановился смотрел на Иерусалим последний раз в своей жизни и он оплакивал Иерусалим и говорил эти слова о Иерусалим Иерусалим Ты Который побиваешь пророков Которых Бог послал Тебе и Мессия Твой пришел к Тебе и Ты не узнал этого времени времени посещения Моего второе в этом что служит к миру Твоему что служило к миру их братья и сестры Ты не узнал то что служит к миру Твоему что Бог хотел как птица птенцов собрать пытался много раз предлагал условия мира принять Мессию Спасителя но свои не приняли его отвергли конечно в итоге человек который отвергает Мессию Иисуса Христа не имеет надежды распяли не евреи Иисуса Христа и не мы даже распял его сам Отец Небесный предал его на смерть написано возложивший грехи мира на него да наш грех был возложен и грехи человечества в то время и был предлагаем этот мир это прощение Господь принес он имел в виду что жертва совершится и будет заплачено за грехи все если человек приймет это условие и дальше третье Иисус Христос говорил за то что ты не узнал и то что служило к миру твоему придут ужасные времена время придет и оно пришло мы знаем мы только сегодня читаем истории что произошло и Израиль был Иерусалим разрушен храм разрушен и храм до сих пор не был восстановлен Израиль ожидает или хочет восстановить его поэтому я верю что Израиль как написал Даниила заключит мир с Антихристом для того что Антихрист будет очень приятный человек и он они будут надеяться поможет им восстановить храм где сегодня стоит дом враг или место скалы где говорят по истории Авраам хотел принести сына своего жертву или они сегодня называют мечать Омара это громадный величественный храм мусульманский или ислама и мы знаем что сегодня много ислама по всему миру и мы знаем что Израиль как маленькая мышь среди всех арабов 200 с лишним миллионов окружали или когда восстановлялся Израиль всего 3 миллиона Израиля и вот этот лев громадный 200 с лишним миллионов не мог задавить мышонка Израиля Бог защитил восстановил право признания страны Израильской и сегодня Израиль существует сегодня время идет вперед часы бьют и идут вперед Божьего суда который придет на всю землю и поэтому они не узнали и они узнают другого придет написано было свое имя они его примут тот кто прошел во имя Бога отвергли но придет свое время другое и они с надеждой что он поможет потому что на сегодняшний день снести мечать Омара это возбудит весь ислам вокруг мира миллиардное население ислама по всему миру только вокруг Израиля более 200 миллионов арабов они все восстанут если это произойдет но когда будет Антихрист во власти будет другое время они верят что он поможет им восстановить этот храм поэтому они заключат договор заключат договор с Антихристом поэтому как-то я говорил и в прошлый раз говорил что когда мы прочитаем газеты услышим на новостях что Израиль заключил договор с Антихристом на 7 лет то мы пропустили восхищение мы не попали на восхищение церкви Иисуса Христа мы беседовали с молодежью они говорят ну мы слышали там нам родители говорят что еще можно будет спастись как-то будет еще возможность то как-то спастись и вчера мы беседовали опять с молодежью я говорю я вам скажу какая возможность сегодня прекрасная возможность спасаться сегодня день благоприятный написано сегодня день спасения Господь зовет сегодня чтобы мы могли получить возрождение и принять Иисуса Христа но когда Господь восхитит церковь от земли то достанет другое время и тогда единственный шанс возможностей которые мы читаем в Откровении 20 главе 4 стиха и ниже можете прочитать я не буду читать я могу сказать моими словами что там Иоанн увидел убиенных то есть обезглавленных поэтому я говорю молодежь единственный способ спастись будет тогда будут отрубывать головы за имя Иисуса Христа если вы осознаете да это было правда что нам родители говорили что пастор говорил что мы слышали что мы читали Слово Божьем это было правда теперь мы верим и мы готовы надо будет отдать голову я видел убиенных то есть обезглавленных так там и написано это было тоже много людей которые воскресли тоже и будут царствовать тысячу лет с Иисусом Христом остальные не воскреснут еще тысячу лет будут ожидать белого суда и приговора Божия поэтому Господь предлагает Он предлагает Израилю условия мира условия спасения в Иисусе Христе в Мессии сегодня еще благоприятное время сегодня Господь зовет братья и сестры Израиль не узнал но это мы читаем как бы исторически мы говорим вот какой народ не поняли они не узнали а что мы скажем сегодня братья и сестры не плачет Иисус сегодня когда Он смотрит на народы хор пропел что Он оставил славу и пришел скитался на земле прахи и пыли ради тебя и ради меня хор наш пел давно в Сан-Франциско и я смотрю вдаль веков и на братьев людей Господь смотрел тогда Он плакал и Он смотрел не только на Израиль Он видел вдаль веков что будет происходить что сегодня на сегодняшний день происходит что беззаконие умножается сегодня говорят перед самым большим судом стоит вопрос однокольных брату Supreme Court или самый высший суд будет решать позволят или не позволят во всей стране признают или не признают сегодня беззаконие умножается как во дни Содома и Гоморры как во дни Лота и во дни Ноя сегодня беззаконие умножается но тем не менее Дух Святой еще на земле работает его работа когда придет Дух Святой написано значит Аниана Он обличит мир во грехе во грехе беззаконие обличит личности человеку и человек не может буквально прийти пока Дух Святой не обличит в грехе и человек осознает что он грешный и нуждается в спасении умовении грехов и Христос заплатил цену на Голгофе и в четверг мы будем говорить об этом вспоминать его страдания и эту цену ужасную которую он платил за мои грехи и твои грехи и поэтому он смотря вдаль веков видел Парадайз видел Беллингем видел Сан-Франциско видел Америку и все страны и все народы которые отвергают Иисуса Христа за неверие за неузнание посещения и сколько раз может быть Господь говорил в твое сердце когда ты слышишь Слово Божие через проповедников прошлое воскресенье мы имели брат Федор имел прекрасное слово говорил труд идет Бог спасает Бог кающихся грешников спасает сегодня и здесь Он хочет спасать Он смотрит вдаль веков и сегодня не раз Господь говорил твоему сердцу но что-то останавливало тебя что-то мешало тебе сделать то решение взять тот первый шаг навстречу Иисусу Христу и сказать да Господь я грешный я нуждаюсь в твоем омовении спасении очисти меня омой меня кровью твоей освяти меня я хочу служить тебя тебе принимаю твою жертву верю хочу ходить в общении с тобой Господь предлагает сегодня Он предлагал условия мира но это было закрыто от глаз как и сегодня кто скрывает от глаз братья и сестры кто скрывает от глаз милость Божью зов Иисуса Христа как в то время и сегодня кто скрывает кто замазывает глаза человеку мишурой этого мира условиями земными и всеми прелестями которые Он предлагает и человек ослепляется сам по своей воле Яков говорит Бог никого не искушает и не может быть искушен но сам человек искушает увлекаясь похотью и желаниями и вожжелениями своими сам человек отталкивает Иисуса Христа Я еще не готов Я еще не готов служить Я еще хочу попробовать условия этого мира прелести этого мира но может быть будет поздно потому что наша жизнь братья и сестры не загарантирована что я проживу 80 лет с большой крепостью или даже 70 дай Бог но мы не можем так планировать и откладывать на потом на потом когда-то потом я еще покаюсь приду а теперь я хочу утешаться этим земным но оно не дает утешения эти все прелести они увлекают дальше больше человек настолько может загрязнуть в этом и утопать в грехе и беззаконии и тогда совсем не будет возможности сказать Иисус спаси меня хотя Господь готов каждый миг и час жизни Он предлагал Израилю но Израилю уже раньше пророчества Захария и другие говорили убивали пророков которые возвещали о Боге о Его законе Бог устанавливает законы порядки и Он дал нам закон Слова Божия это не ветхого времени закон это закон благодати но все равно Бог имеет условия всегда как тогда и сегодня есть условия если ты поверишь если придешь если прибудешь во мне Господь и Слово Мое в тебе то все Господь даст благословит и поэтому братья и сестры сегодня голос звучит к нам то уже прошло Израиль не принял Бог будет судиться с ними потом Бог даст еще им возможность но сегодня идет разговор о нас насколько мы верим мы слышим каждое воскресенье мы слышим сегодня обширно по радио читаем газеты новости читаем слышим проповедников на Ютуб и на всяких на Фейсбуке где угодно мы можем найти общение с верующими людьми и сегодня это делается время техника достигла как никогда сегодня мы можем сказать мы живем последнее время потому что с каждым годом меняется техника вперед и вперед достижения и мы готовы к временю антихриста все устанавливается и в один день это царство начнется царство антихриста надеюсь что Господь умудрит нас и даст нам покаяние даст нам желание служить Господу братья и сестры я верю Господь поставил церковь варадайса здесь с определенной целью чтобы мы были светильником солью этой земли осоляли разложение здесь в этих закоулках в лесах живут много неверующих много практикующих оккультизм наркоманов которые занимаются этим поэтому скрываются в таких местах но Бог любит и их Бог любит и мужеложников Он не может согласиться с стилем греха их как они живут и как другие люди живут с алкоголиками с наркоманами Он не может согласиться с их жизнью но Он любит их как грешников и хочет спасать нас и мы Иаков говорит мы все много согрешаем то согрешен человек обуздывающий уста свои может обуздать все тело но увы не всегда так дьявол проникает в ряды верующих и сегодня многие воспитаны в христианских семьях но живут халатной беспечной жизнью и Господь любит вас дорога молодежь средних год и старших принял ли ты Иисуса Христа как твоим личным спасителем свидетельствует ли дух Христа твоему духу человеческому что ты дитя Божье если нет время задуматься потому что она встанет время я хочу говорить в четверг будем говорить об этом что происходит когда человек умирает и мы все смертные мы все временные на земле Господь стоит со скорбью и даже если мы приняли Иисуса Христа и дух Его живет нас Господь живет в нашем сердце когда мы уклоняемся когда мы делаем не то что угодно Иисусу Христу Он не оставляет нас братья и сестры Его Дух Святой не оставляет нас Он остается в нас но Он молчит и Он скорбит и написано не оскорбляйте Духа Святого которым вы запечатлены который в вас Господь в вас живет мы не можем сказать Господь обожди я намерен вот то и то сейчас сделать что тебе не угодно будет не смотри на то Господь видит очень Господний обозревает наши намерения и Он нам дал совесть которая подсказывает нам когда мы намереваемся что-то делать нелегальное нехорошее несправедливое не по слову Божьему совесть нас осуждает говорит если совесть осуждает тем более Бог так написано мы должны послушаться пока еще совесть говорит нам слава Богу она еще не сожжена в нас будем прислушиваться будем обращаться к Богу и Иисусу Христу и так сегодня день спасения сегодня благоприятное время может быть Господь говорил твоему сердцу I forgot totally about some of you may not understanding everything we were talking about Jesus coming down the mountain and He stopped and He looked at Jerusalem on the young coal and donkey and He wept and He pronounced certain words and He said oh Jerusalem how many times I was willing I wanted to gather you as the the chicken gets gathers the chicks or the bird gathers the chicks and to protect but you did not want to and He wept over and that's of course in the history time but today Jesus was not just looking at Jerusalem but He was looking far far more than Jerusalem He was looking far into the ages of ages history of ages He was looking far all the way to today's day here in paradise and He was weeping as well for those that would reject Christ that would not accept His love and would crucify with their sins crucify Christ because the price had to be paid and Jesus paid the price and today He's offering and He says come unto me all ye that are labored and are heavy laden and I will give you rest Jesus is the only way out of sin and the only way to heaven to be with the Lord so He's offering today and if you hear His voice Bible says harden not your heart but open your heart accept Jesus as your personal Savior He will deliver you from your sins and all your iniquities and all your habits сегодня Господь освобождает от всяких привычек от всяких дел сатаны которыми сказал он тебя независимо что то что неугодно Господу Господь предлагает освободить дать спасение простить грехи любые грехи Господь сегодня прощает всякий грех простится поэтому я приглашаю если Господь говорил какому-то сердцу придите я хочу молиться с вами посвятить свою жизнь Иисусу Христу сделать смелый шаг к Нему независимо что все смотрят я хочу служить Иисусу Христу я заявляю вот этим решением я выхожу я преклоняюсь я приглашаю Иисуса Христа каясь в моих грехах чтобы Он очистил меня и вошел в мою жизнь в мое сердце Мы будем приходить к молитве, братья и сестры, но я приглашаю, кто хочет прийти, преклониться не передо мной, преклониться не перед Церковью, преклониться перед Иисусом Христом и признать Его своим личным Спасителем, своим Царем Царей, Господом Господствующим. И кто исповедует Меня пред людьми, кого Я исповедую пред Отцом Моим Небесным, кто будет стыдиться исповедовать Меня пред людьми, Я постыжусь пред Отцом Моим Небесным исповедовать того человека. Пусть Господь благословит и поможет каждому из нас задуматься над этим Словом. Что служит миру Твоему? Ты не узнал? Время посещения Твоего. Я как-то давно говорил, Господь посещает. Дух Святой зовет, но человек упорствует. Дух Святой может звать несколько раз, я не знаю, один раз, два раз, три раз, может быть, но потом Он перестанет звать. Есть у Бога последний зов, когда Бог зовет, дает шанс и потом больше не зовет. И никто не может пройти, написано, к Отцу Небесному, если не прозовет Его Дух Святой, Господь. Не может сам сделать такое решение. Поэтому пусть Господь поможет нам понять Его истину, а я вас приглашаю. Давайте преклонимся перед Господом. Раславие и мир.